Здравствуйте, товарищи! У меня для вас новый урок по Fusion. Будем на этот раз разбирать конкретный пример. Из одной картинки делать другую. Я выложу сам Fusion файл, чтобы вы смогли у себя его дома посмотреть. И дам ссылки на исходную фотографию и на то, что получилось. Так вот, исходная картинка. Довольно реалистичная сама по себе. Но я решил в нее привнести мистическое настроение. Это вполне соответствовало тому месту и времени, когда вдруг из тумана плавно выплыла белая собака. Отключим Split Screen. Вот такой вот у меня Flow получился. Здесь у него Loader. Дальше нода Resize. Потом идет небольшая ветка по цветокоррекции. Дальше идут некоторые спецэффекты, типа добавления хроматических аберраций и сферических аберраций по некоторой маске. По вот такой вот маске. И добавление этих аберраций у меня будет в двух вариантах. Я специально сделал в двух вариантах, чтобы показать побольше инструментов. Начнем работать с изображением. Начинаем с ноды Loader. Как любую ноду, ее можно либо схватиться, перетащить, и дальше выбрав нужный нам файл. Либо просто нажать на нее, и также выбрав файл. Либо самое простое, в случае с подгрузкой файлов, это взять и перетащить файл из окна Windows. Перетащим в окно просмотра наше изображение. Добавим теперь ноду Resize. Галочку на Keep Aspect Frame. Теперь посмотрим на Resize. 2048 на 1365. Вводя курсором по изображению, внизу, обратите внимание, вот в этом поле, как изменяются значения пикселей. Также в этом окошке можно выбрать для просмотра любой из цветных каналов. Ну, еще Alpha и Z канал. Нода Loader подгружает изображение, естественно, с той глубиной цвета, которая записана в файле. У меня это 16-битное изображение. Те изображения, на которые я дам ссылку, скорее всего, будут 8-битные. Но лучше, пускай на всякий случай, Fusion вычисляет это в 16-битном цвете. Зайдите в ноду Loader, вот сюда в Import и поставьте принудительно Int16. Следующая нода, которую я добавлю, будет нода Hue Curves. Нода эта позволяет мне редактировать Saturation, включен по умолчанию Luminance и Hue. Обращаю внимание на то, что любая нода, если зайти вот в эту закладку, позволяет мне отключить ненужные мне каналы, а также изменить с помощью рульки Blend, изменить как будто прозрачность этой ноды. Займусь сейчас я смещением оттенка травы. Он лежит примерно вот в этом диапазоне. И теперь изменю Luminance, этой же травы. Покажу теперь, как настраивать эту кривую, а также любую другую кривую более точно. Нужно зайти в закладку Spline. И здесь мы увидим кучу кривых, которые просто уже созданы мною ранее. Они сейчас все отображаются. Чтобы отображалась только текущая выбранная нода, нужно нажать на кнопочку Selection. Вот выделилась моя нода, но она осталась здесь единственной. Теперь здесь я выберу нужные мне кривые. Подредактирую еще немного. Ну, допустим, что этот результат нас устраивает. Вернемся теперь во Flow. Добавлю теперь ноду Color Curves. С ее помощью уведу картинку чуть в более холодные тона. Ну, допустим, так. Теперь я добавлю ноду Merge. Объединить. И добавлю ноду Blur, а также ноду Color Curves. С помощью Color Curves я увеличиваю контраст изображения. Дальше размою его. И теперь вот это размытое изображение я объединил с неразмытым по Soft Light. Чуть-чуть подрегулирую blend, то есть прозрачность. Вернусь к настройке кривых и подрегулирую так, чтобы посильнее выделить небо и только небо. Добавлю теперь вот к ноде Color Curves ноду Color Correct. И в цветах чуть-чуть добавлю желтия зная. Добавлю теперь винетирование. Добавлять я его буду с помощью ноды Color Curves, примененной по маске, по радиальному градиенту. Сначала настрою ноду Color Curves так, что она будет затенять изображение. Ну, предварительно как-то так. Теперь займусь настройкой своей маски. Для этого нужна мне нода Background. Нода Background создает изображение. Это изображение, радиальный градиент, должно быть такого же размера, как изображение в ноде Loader. Вот размеры изображения. Зайду в закладку Color, градиент, радиальный. Вот такой вот градиент понадобится мне для маски винетирования. Так же, как я изменил размер исходного изображения с помощью ноды Resize, так же мне нужно изменить и саму маску. Для этого я скопирую ноду Resize как Instance. Копия. Paste Instance. Между ними появилась линия зеленая, показывающая, что между ними есть связь. Изменение любой из них, любой из этих нод повлечет изменение другой. Одинаковое изменение. Подредактирую сам градиент с помощью ноды ColorCurse. Итак, соединю свое вот это изображение с нодом. Нодой, которая будет добавлять винетирование. И воспользуюсь градиентом как маской, соединив его с синим входом ноды ColorCurse. Нужно указать, чтобы в качестве маски использовался любой из цветных каналов. В данном случае подойдет либо Luminous. Вот вы видите, что я меняю ноду ColorCurse. И изменения происходят только в углах изображения, что соотносится вот с этим градиентом. Теперь буду добавлять сферическую аберрацию с помощью ноды VariBlur. Она мне встроилась к последней выделенной маске, но она мне здесь не нужна. Чтобы ее отсюда вытащить, мне нужно, удерживая клавишу Shift, просто вот так вот сместить ее. Нода VariBlur блурит таким образом, что в качестве радиуса размытия использует какое-то изображение. Я воспользуюсь, очевидно, тем же самым градиентом. Только пропущу его снова через какие-то кривые. Вот мое изображение. На данном этапе соединяюсь с нодой VariBlur. И теперь вот этот мой радиус размытия вставляю в зеленый вход VariBlur. Так, я здесь случайно отредактировал прозрачность слоя. По всей видимости, это произошло вот в этой ноде. Отключу здесь альфа. Вот. Теперь все в порядке. Как вы видите, у меня по углам изображение стало более размытым. Теперь буду добавлять хроматические аберрации. Я это делаю двумя способами. Оба способа являются масштабированием отдельных цветных каналов. Один способ попроще, другой посложнее. Давайте начну с того, что попроще. Добавлю две ноды Transform. Пока что они ничего не делают. Зайду вот в эту галочку первой ноды. Сниму галочки со всех каналов, кроме зеленого. Немного отмасштабирую зеленый канал. Теперь перейду к этой ноде. Оставлю активным только красный канал. И отмасштабирую его несколько сильнее. Вот у меня добавились некоторые хроматические аберрации. Теперь расскажу о втором способе. Зайду в меню Tools, Warp, Grid Warp. Это как бы трансформации по сетке. Сделаю сетку 3х3. И отмасштабирую, точнее не отмасштабирую, а трансформирую сначала вот так в зеленый канал. Теперь эту ноду скопирую. Ctrl-C Ставлю Ctrl-V Оставлю только красный канал. И отмасштабирую он minaMusic. Все. Продолжение следует... Хроматические аберрации добавились на краях изображения и не добавились ближе к центру. У этого способа с помощью нод X-Form изображения уже заметны даже с середины изображения. Продолжение следует... Я создам черную подложку, несколько большую, чем вот это изображение, и потом наложу на подложку свое изображение. Воспользуюсь нодой... Transform Scale И увеличу изображение. Сейчас я создаю именно подложку. Она у меня пока не черная, но чтобы она стала черной, я просто... Я возьму ноду Color Curse и опущу вот эту правую верхнюю точку в ноль. Все... Теперь добавлю ноду Merge. Вот я вставил то мое исходное изображение... Ну, не исходное, а итоговое изображение в рамочку. Рамочка создана на основе того же изображения с помощью того, что я кривую просто положил в ноль. Воспользуюсь теперь... Несколько улучшу свою рамочку с помощью скругления углов. Добавлю для этого Rectangle Mask. У Rectangle Mask есть возможность... сделать вот такие вот уголки. Ну и, конечно же, сгладить саму маску. Наверное, абсолютно черное изображение не очень хорошо смотрится. Мы сделаем его чуть-чуть посветлее. Вот таким темно-серым. Ну что, остается добавить пленочное зерно. Tools, Film, Green. Ну, тут уж... Вы сами по вкусу добавите. Ну что, можно добавлять ноду Saver. Назовем файл Baskerville. Также, еще одной нодой Saver создадим меньшую превьюшку. Напоминаю, что изображение не должно оканчиваться цифрой. 1400 я добавил просто, чтобы знать, что я изображение уменьшу до 1400 пикселей по большей стороне. С помощью ноды Resize. Сделаю рамочку чуть поменьше. Продолжение следует... 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 Теперь, чтобы отрендолить, мне нужно взять вот эти ноды Resize, которые я в самом начале вставил, нажать Ctrl-P, чтобы их отключить. Я забыл снять отображение во вьюпорте, и Fusion начал у меня рендерить его для вьюпорта. Ничего страшного, для такого небольшого изображения это произойдет быстро. Так, вот уже готово. Чтобы снять отображение в просмотровом окне, мне нужно выключить его вот здесь. Все, нажимаем кнопку Render. Рендер готов. Посмотрим, что получилось. Вот у меня два изображения. Большое и поменьше. Ну что, на этом урок окончен. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова